Юрий Анатольевич, во-первых, с победой. Такие разные таймы получились. Первым смогли забить три, быстрый гол, и игра прям прекрасно шла. Второй тайм, как будто чуть-чуть сбавили обороты. Прокомментируйте вообще в целом игру и оба тайма, пожалуйста. В целом владели преимуществом, неплохо контролировали мяч. Первые 20 минут можно вообще занести в актив в плане игры и строго, и собрано, и фактически без брака. Потом в середине тайма получилось как бы такое. Ну, в принципе, это естественно. Когда организовывается команда, 20 минут, они еще помнят, о чем разговаривали, потом играют на старых инстинктах. Но отдать должное надо, чтобы вернулись в игру. По второму тайму сборная Бацвана... Были эпизоды, когда владела мячом и неплохо атаковала, но это следствие наших неправильных действий. Немного отошли от давления, и когда свободу даешь, ну, естественно, соперник начинает что-то проявлять, свои умения тоже. Отдать должное надо сборной Бацваны. Это хороший был соперник для спарринга и благодарный федерации футбола Бацваны за то, что этот матч состоялся. Юрий Анатольевич, матч с Бацваной стал кульминацией этих сборов. Как вообще в целом прошла подготовка? Я снимаю шляпу перед девочками, перед их работой, перед их отношением, перед их пониманием, то, о чем мы говорим, и то, что хотят перенести на поле элементы тренировочной работы. Я доволен этим сбором, доволен работой девочек. Ну, и, конечно же, всегда хочется большего, и качества игры хотелось большего. Но те моменты, и они достаточно продолжительные, к примеру, фланговые атаки, стандартные положения, практически без провала в обороне, за исключением двух моментов. А так, в целом, хорошая работа. Юрий Анатольевич, ну и последнее. Что бы Вы сейчас хотели сказать нашим болельщикам, которые смотрят, поддерживают и любят команду? Что мы очень ценим эту поддержку. То, что эта поддержка потихоньку-потихоньку увеличивается. И ждем новых болельщиков. Спасибо большое. С победой!